Первый прием. Это прием очень простой. Называется прием, это прием внушения россыпью. Внушение россыпью, когда мы в процессе общения, разговора употребляем слова с особым смыслом. Приятно, удобно, комфортно, спокойно, удивительно, нежно. То есть мы используем слова, которые что? Мы говорим, это удовольствие. Слова. Это состояние ожидания счастья, ожидания удовольствия. То есть вы что-то говорите, и в это время вы делаете легкую паузу, и не меняя чуть-чуть, голос, это слово, эту маленькую фразу, чуть-чуть выделяете. Но, сохраняя фразу, допустим, да, когда мы бываем с вами на пляже, когда мы бываем летом, то есть, да, мы говорим, да, ой, такая жара, но мы, конечно, ощущаем приятное чувство тепла, да, и вот это чувство тепла, и особенно, когда каникулы и отпуск, если она студентка, мы говорим о каникулах, если она где-то уже работает, да, мы говорим, что? Про отпуск. То есть мы сразу перестраиваемся. Когда мы отдыхаем, можно сказать так, чтобы его, как бы, вот, не заставлять ее напрягаться. Она хочет представиться студенткой, а мы говорим, когда вы работаете или нет, то есть не спрашиваем. Мы об этом говорили в прошлой передаче. Не спрашиваем про деньги, не спрашиваем про материальное положение, где она работает, сколько у нее детей, есть ли у нее парень, была ли она замужем. Эти вещи просто не спрашивают, потому что оно сразу вызывает у нее, ну, нежелание открываться. Почему? Сами понимаете, почему. Если этого не было, ах, ты, у тебя ничего не было, значит, ты никому не интересна, никому не нужна. Если ты была, а кто? А когда тебе лучше было? С первым или вторым? Расскажи. То есть это вообще, об этом нет. Главный мужчина в жизни сейчас вы. Пусть он даже с кем-то приехал на эту вечеринку. Вы должны четко осознать, любая женщина мечтает о принципе. Это я говорю просто. Для себя это осознайте. У каждой есть мечта о том, что будет лучше. И мы сейчас с вами, вспоминая что-то хорошее, знаем, между воспоминанием, реальностью и будущим, наш мозг разницы не видит. Переживая что-то в прошлом, она переживает это сейчас. Наша задача, вот эти ощущения у нее вызвать. Поэтому расслабленность, спокойствие, удовольствие мы вкрапляем в текст, вкрапляем в рассказы. И эти слова делаем чуть-чуть, как бы выделяя темпом, речью, тембром, разговором. Но продолжаем разговор. Мозг эти слова запоминает. Это россыпь, как отдельные бусинки. Ну как идет, мы говорим, что, допустим, по конвейеру какая-то продукция, допустим, персики, яблоки. И потом те, которые помельче, они падают раньше, а те, которые покрупнее, уходят дальше и угрузятся, как высший сорт. Так вот, обычная речь, она записывается на один файл. Отдельные слова, позитивные, спокойствие, удовольствие, ожидание, чудо, ожидание радости, жить ради будущего, жить ради удовольствия, жить ради расслабления, имея право расслабиться, отдохнуть, имея право просто пожить в удовольствие. Для чего? Чтобы он отбросил вот эти вот шоры, прилично и прилично, а нужно, не нужно. То есть, мы ничего плохого не хотим, но эти слова свое дело делают. И в процессе общения вкрапляем вот эти слова в свою речь. Они идут у нас как цветные камешки, как цветные стеклышки, как мозаика. Вот это вот техника россыпью. Оно работает, причем работает, даже если люди читали психологию, ходили на курсы, какие-то курсы психологического роста, ходили на курсы даже НЛП, даже если они понимают, о чем идет речь, они это все равно проглатывают, потому что она уйдет на уровне физиологии. Даже если она понимает, что вы ее, так сказать, обволакиваете специально вот этими приемчиками, мозг это все равно заглатывает. Следующий прием, это прием, который мы называем именно уже усиленные корения. То есть, когда определенные слова и фразы обязательно сочетаются с прикосновением. То есть, барьер прикосновений преодолен. То есть, мы не хапаем, не хватаем за грудь, не обнимаем, не целуем в шею, не трогаем за какие-то интимные места, но прикоснуться к руке, прикоснуться именно к запястью, к плечу иногда в процессе, связанном с тем или другим, с какой-то ситуацией, уже как бы разрешается, и она это делала, и вам это позволяется. Мы с вами начинаем говорить какие-то моменты, какие-то вещи, какие-то речи, которые касаются именно не ее, не вас, а касаются, допустим, увиденного, прочитанного или известного всем. Ты знаешь, у меня есть друг, который увлекается чем? Просмотром фильмов. И когда я рассказываю о том, что мой друг любитель романтических фильмов о влюбленности, представляешь? Он мне рассказал про один фильм, где девушка испытывала это чувство любви, которое практически испытывает каждая девушка, когда испытывала вот это состояние, которое увлекало, как она испытывала это физиологически, она испытывала ощущение сердцебиения, она испытывала волнение. И это действительно, она говорила, что все девчонки испытывают, особенно когда ждут признаний, ждут каких-то особых ощущений, ощущений, они разливаются теплом, согревают. Многие говорят, что это как бы бабочки летают в животе, многие ощущают, как приток тепла вниз живота, но самое удивительное, что там нет грязи. И он рассказывал о том, что девчонки, которые вот именно описывают эти ощущения, они практически не становятся вульгарными, они действительно живут счастливой жизнью, только даже именно в ощущениях, представлениях. А он как парень, он именно таких девчонок и ищет в жизни. И я когда с ним общаюсь, я вижу в нем романтика, ты знаешь, мне тоже такие ребята нравятся. Все, я рассказал вам сейчас очень просто, примитивно, погружение, именно то, что называется трехуровневая спираль. Одна история, в которой может быть продолжаться вторая история, потом третья история, где есть ощущения, которые не конкретно связаны с ней, с ее подружкой, не с тем, что она испытывала, а с тем, что испытывала эта девушка. Вспоминая о романтических ощущениях, вспоминая то, что испытывают влюбленные, это то, что она может быть испытывала, когда читала какие-то романы, эта девочка, о которой мы сейчас говорим, которая рядом с вами. Эти чувства у нее обязательно просыпаются, хотя вы напрямую ее не щекотите. Эти чувства в ней возникают, и она сама не может понять, почему ей хочется к вам прижаться или вас поцеловать. Вот это срабатывает на уровне именно пробуждения, именно эротических желаний. Вот эти вот эротические, романтические чувства, они пробуждают какое-то состояние, то есть вы можете это даже не испытывать, а она это испытывает. И она может прикоснуться к вам, или поцеловать в щечку, не понимая почему, или позволить прижаться вам к себе. То есть вот этот момент, он запускает возможность, когда вы можете, как бы вслед за этим, не доминируя, не принуждая, в ответ тоже с благодарностью поцеловать ее. Эти движения должны быть ответ. Я почему сейчас говорю? Потому что многие мужчины, они говорят, что нужно завоевывать, нужно атаковать, и атаковать нужно сразу, я имею в виду в плане именно что, сексуальных каких-то действий. Вот, ну, если мы говорим о мужчинах жестких, мужчинах, так сказать, уверенных в себе, то может быть так они и поступают. Когда мы говорим о том, что вы испытываете проблемы, испытываете робо-застенчивость, то в данном случае вы будете сами ощущать, что активность в дальнейшем может происходить уже, проистекать от девушки. И она уже сама может предложить вам поцеловаться, а может я поцелую, казалось бы, да? Вот, или она говорит, а ты ничего больше не хочешь? Ну, кофе хочу. И она улыбается и может предложить вам что-то такое. А поехали попьем кофе где-то еще. То есть продлить ваше общение, продлить ваше знакомство. Вот эти моменты, они как раз требуют того, что мы сейчас с вами говорим, что с радостью нужно это приветствовать, и она должна видеть, что вы искренне рады. Ну, еще есть моменты именно в отношении психотехник, когда мы говорим о первых вербальных контактах, то есть о первых именно словесных, разговорных контактах, когда мы приблизились, но не знаете, что сказать, или кто-то вас знакомит с ней, да, вы можете сказать, есть вещи, которые, ну, в общем-то, вызывают у вас как бы одновременно робость и растерянность, но с той же стороны, вы можете сказать, я никогда раньше не мог представить, что я могу находиться рядом с такой красивой девушкой. Если вы позволите, я хочу представиться. То есть это проявление робости и застенчивости, в то же время это представление, которое дает вам возможность, ну, как бы говорить дальше. Вы знаете, я, конечно, понимаю, что у такой красивой девушки обязательно должен быть парень, может быть мужчина, или, ну, очень опекун, крепкий, мы говорим, папочка, да, ведь это так, да, она может засмеяться или сказать, да, есть, ну и что, правда, и в это время должны что, показать, что вы реально рады, что он дает вам право двигаться дальше, то есть есть вещи. И эти моменты, когда вот вы общаетесь, вы практически как бы не скрываете, что вы робеетесь, стесняетесь, и то, что вы говорите, что у него может быть и парень, или знакомый, или ухажер, или те, которые восхищаются, вы тоже восхищаетесь. И это что? Конечно, даст ей справа, что? Чтобы как бы снизойти и уступить, чтобы вы как бы общали дальше. Радуйтесь, пользуйтесь этим, приближайтесь, и пробуйте ее увлечь тем, что в этом, в этой обстановке, в этой компании, может быть ей интересно, ну, послушать кого-то, посмотреть что-то, поглядеть в окно, выйти на балкон, посмотреть на вечернюю трассу, посмотреть на закат, посмотреть на Луну. И в это время говорить какую-то ахинею. То есть, мы говорим вещи, которые мы говорим, какой прекрасный закат, какой воздух, как пахнет хорошо. Да? Вот, я даже никогда не думал, что вечером у нас в городе пахнет такими вот цветами, вообще-то это ваши духи. И вообще, вы знаете, у меня голова кружится, по-моему, от ваших духов. То есть, это банальные простые вещи, которые придут в голову любому парню, который может даже, ну, не знает, что говорить. Это обычные слова, которые она будет воспринимать, в общем-то, как признание, косвенное, и увлечение. Следующее, что нужно обязательно сделать, это сделать так, в конце встречи, нужно обязательно, что, обязательно вспомнить самые яркие моменты встречи. Такое бывает всегда. Вот, когда встречаются люди, ну, проходит там, недели, две, три, и они потом, что, а помнишь тогда, это всегда бывает, когда они потом уже станутся более откровенными, они, а помнишь, а я первый день так стеснял, ой, да я видел, а я первый день вообще не знал, что тебе говорить, да я знаю, а помнишь первый день то-то, то есть, это происходит всегда, разбор первого дня, всегда, а помнишь, мы тогда с тобой чуть не поругали, конечно, это всегда происходит, значит, можно это ускорить, не ждать двух, трех недель, а сделать сегодня же вечер, то есть, мы как бы сжимаем, спрессовываем время, то есть, она как бы вам уже доверенное лицо, близкий человек, ты знаешь, я в начале вечера так волновался, я боялся, ты меня вообще, ты мне, ой, ты знаешь, нет, ты знаешь, я вообще-то, ну, я никогда так не знакомился, серьезно, я никогда, я даже не думал, что это, ты меня сделаешь таким уверенным, и это, это только твоя благодарность, и вообще, у нас сегодня такой прекрасный, а помнишь, как ты смеялась, а помнишь, как вы вместе с тобой удивлялись, а помнишь, то есть вы связываете ее радость с пребыванием с вами, ее ощущение, то что вы были рядом, вместе видели, вместе переживали, вместе, и тут же мы планируем, тут же планируем новую встречу. И когда мы слышим, ты знаешь, я не знаю, когда я освобожусь, мы говорим, да это не важно, то есть обходим острые углы, главное, что ты сегодня прекрасно провела вечер, прекрасно отдохнула, и ты, конечно, захочешь еще со мной видеться, ты обязательно захочешь, тебе только со мной будет хорошо, запоминайте, это очень ключевые фразы, тебе только со мной будет так весело и спокойно, ты даже потом только поймешь, как этот вечер отличается от других вечеров, и вот тут нужно сделать так, что вы уходите раньше, чем она ждет, я сделал паузу специально, то есть ее вот как бы оставить, вот раз, это может быть у ее подъезда, это может быть у ее двери, это может быть у калитки ее дома, если частный дом, это может быть у такси, где вы ее сажаете, но это то, что вы делаете вид, делаете так, что она бы еще может быть, а вы раз, то есть вы свободны, вы очень к ней испытываете интересные чувства, но вы уходите. Она бы еще, вот это чувство какого-то незавершения, незавершенности, остается за вами. И она будет потом обязательно искать повод увидеться с вами и обязательно позвонить. Это может быть сегодня же вечером, это может быть через день, через неделю, это может быть через несколько дней. Но теперь у вас есть все козыри для того, чтобы подойти к ней через день, через неделю, через две недели. подойти и проявить, как вы рады, как будто это было час назад. То есть это уже продолжение дальнейшего привязывания к себе. Это тоже психотехники. Поэтому я желаю вам успехов, я желаю вам, чтобы вы эти примеры, приемы, стадии освоили и поняли, что это идет естественно, как глоток воды, как прием пищи, как именно погружение в теплую ванну, как погружение в состояние спокойствия и уверенности, погружение в состояние дремоты, погружение в состояние влюбленности. Так вы ее погружаете в это состояние, оно происходит для нее заметно, вы ее обволакиваете, без вас она жить не сможет. Удачи, любви и счастья. До следующих встреч на Здоровьесберегающем канале. Будьте успешны. Субтитры создавал DimaTorzok